Итак, сегодня мы начинаем третье прохождение игры Ужас Архамы с дополнением Ужас Кингспорт. В качестве нашего древнего будет Иголонак. Давайте посмотрим на его эффект. Когда Иголонак угрожает Архаму каждый раз, когда сыщик вытягивает книгу из любой колоды, не считая стартовое имущество и вне зависимости от того, хочет он сохранить эту книгу или нет, добавьте один трек Ужаса, один жетон рока на трек Безысходности. Далее. Последователи Иголонака находятся под его внушением и они возвращаются к своему обычному, привычному состоянию после смерти. Каждый раз, когда сыщик побеждает культиста, уровень Ужаса повышается на единицу. Помогать Иголонаку будет Грот, Луна, Возмездие. Когда Грот является вестником, поместите два дополнительных жетона на трек Безысходности древнего. То есть Иголонак начинает игру не с одним жетоном, а с тремя. И кроме этого, каждый раз, когда мы вытягиваем карту мифа типа Мистика, каждый сыщик должен сбросить одну улику или бросить кость и посмотреть таблицу ниже. Ну, улики мы сбрасывать не будем, улики терять глупо, да я обычно трачу улики на запечатывание порталов, либо в бою с древним. Так что я не буду тратить улику на такую ерунду и мы бросим кость. И уже в зависимости от броска кости. Если нам повозьет и выпадет 3-4, ничего не происходит. Если выпадет единица, каждый сыщик в архами, но не в иных мирах, теряет одну единицу рассудка. 2 теряет одну единицу здоровья. Выпадает пятерка, уровень ужаса повышается на единицу. И шестерка, еще один жетон добавляется на трек Безысходности древнего. Помогать нашим сыщикам будет Гипнос. Гипнос является, на мой взгляд, самым лучшим стражником. В начале каждой фазы передышки, тут не указано, в начале фазы считается и первая фаза передышки или нет. То есть мы начнем с второго хода. Не с первого хода, а со второго, потому что в первом фаза передышки пропускается. В начале каждой фазы передышки первый игрок вытягивает верхнюю карту в ведении Гипноса. Вот у нас есть такая карта с его портретом. И ставит ее лицом вниз, лицом вверх перед Гипноса. Ведение Гипноса создает улику, которую надо установить на карте. А затем, и также оно облегчает прохождение контактов в этой локации. Это ведение Гипноса. Также у него есть способность властелин снов. Каждый раз, когда сыщик проходит испытания в ином миру, в таких мирах, как страна снов, плато Лен, загробный мир и неизведанный кадав, он получает плюс 1 к всем проверкам до конца испытания. То есть у него два очень хороших эффекта. И на мой взгляд, он является самым лучшим стражником из всех трех. А теперь давайте посмотрим на наших сыщиков. Первым сыщиком у нас будет Люк Робинсон. На этот раз я решил выбирать не случайно, а выбрал двух сыщиков, на свой взгляд. Он единственный сыщик, который начинает игру не в архами, а в стране снов. И он начинает ее оглушен. Далее. Что у него за способности? Он получает в качестве фиксированное имущество короб врат или коробку врат. И также он не может потерять коробку врат, за исключением случая, если он этого захочет. То есть, если бы мы играли против Итаквы, и мы должны были бы перед началом боя с ним, мы должны проходить проверку на сохранение своих вещей, мы бы не должны были бросать кость для коробок врат. Хотя во время битвы с древним какого-то особого эффекта от коробок врат не будет. И также Люк получает по одной улике каждый раз, когда он вступает в новую зону и нового мира, или потерян во времени и пространстве. И обычно я ставлю максимальное значение скорости. Но учитывая то, что Люк начинает движение не в архами, начинает свой ход не в архами, а в ином миру, и в ином миру нету фазы передвижения, мы просто переходим во вторую половину и получаем очков движения. Поэтому я ему поставлю максимальную скрытность. Далее. А далее, учитывая то, что у него большой показатель рассудка, у него 3 единицы рассудка, я ему поставлю значение боя на максимум. И далее. Боя, знание или удача. Ну и показатель боя, и показатель знаний у него одинаковый. Но учитывая то, что у него будут 2 заклинания, я поставлю показатель знаний на максимум, а не удача. И давайте раздадим ему имущество. Одну уникальную вещь. Вытягиваем. И это оказывается знак древних. Очень хорошо. Это значит, что он вернется из страны снов и запечатлен. Врата автоматически. Имея короб врат, он может выйти в любом. В любом из иных миров. Ну то есть, вернуться в Архам. Через портал любого из иных миров. Даже если это не странностно. Далее. Два заклинания. Вытягиваем. И это у нас оказывается 2 боевых заклинания. Съеживание. Я всегда забываю посмотреть, как называется это заклинание на русском языке. Одно стоит 1 единицу раз в сутки. И дает нам плюс 6 в случае удачного уложения. Второе не стоит ничего, но дает всего плюс 3. Так, давайте-ка добавим к его имущество. Ну и, конечно же, один навык. Давайте посмотрим, что за навык достанется люку. Вытягиваем. И это у нас навык из дополнения ужас кингспорта. Мощь ума. После прохождения проверки ужаса, истощите, чтобы получить один успех к результату. То есть, при помощи этого навыка мы можем автоматически проходить одну проверку ужаса за ход. Но подводный камень состоит в том, что во время фазы передышки эта карта не восстанавливается с исключением того случая, когда мы хотим потратить весь фокус на это. Так. Так, люку мы все раздали. Переходим ко второму нашему сыщику. Нашим вторым сыщиком будет Рекс Мерфи. Это единственный сыщик, который начинает игру проклятым. И он не может потерять свое проклятие, его способность семейного проклятия, пока он не получит благословление. То есть, мы не должны будем бросать кость в начале хода на потерю проклятия. Далее. Ну, давайте-ка поставим ему... А, хотя нет. Вот, давайте-ка оставим бойное потом. А знания, знания, знания... Ну, кстати, знаний больше, чем у люка. Так. Тогда, значит, мы ему поставим знания повыше. А хотя ли у люка боевые заклинать... Ну, ладно, пусть у нас будут два сыщика с максимальным показателем знаний. И он начинает с тремя уликами. 5-5. Рассудка здоровья. 3 доллара. И самая его главная способность, которая компенсирует его проклятие. Так же, как в это проклятие, немножко компенсирует то, что получает набор из 6, а не набор из 5. Потому что большинство сыщиков, они получают набор из 5. Вот, смотрите. У люка 5 комбинаций из 5 вещей и навыков. У рекса комбинация из 6 вместо 5. Так что, давайте посмотрим. Так, одна обычная вещь. Так, надеемся на оружие. Это старый журнал. Ну, тоже неплохо, но давайте сохраним. Далее. Каждый раз, когда рекс получает одну или более улику, он получает еще одну улику. То есть, если он, к примеру, прочитает журнал, он получит не 3 улики, а 4. Далее. 2 уникальных вещи. Ну, вдруг здесь появится оружие. Давайте посмотрим. Нет. Здесь тоже нет оружия, но это даже лучше, чем оружие. У нас лечащий камень, который восстановит одну единицу рассудка или здоровье каждый ход. И рубин рельеха, который дает 3 дополнительных пункта движения. Так. Давайте-ка посмотрим. Нам максимально в городе смогут понадобиться 3 пункта движения. 3 пункта движения. 3 пункта движения. Но 5 пунктов движения вначале, я думаю, хватит. Так что давайте поставим значение скорости на 2. Так как даже со значением скорости 2 он будет получать всего 5 пунктов движения. Или нет. Или давайте. Нет. Давайте-ка поставим на максимальные. И попробуем прочитать древний журнал. И так. Стойте. У нас еще 2 заклинания. Вдруг нам попадутся боевые уже заклинания. Давайте посмотрим. Так. Ускоренное обучение. Нет, это не боевое. И нахождение врат. Тоже не боевые заклинания, но довольно-таки неплохие. И давайте-ка все-таки поставим бой на максимум. А не волю. Мне нравится, как локализировали. Вместо боя локализировали сила. В русском варианте игры. И это, по-моему, лучше. Так как бой... Ой, то есть сила, бой более понятна, чем, например, бой и схватка. Так как комбат переходится как схватка. Так. И у нас еще один навык. Ну, давайте посмотрим, что за навык. Древний язык. Древний язык. Он похож на это заклинание, так как это тоже из ужаса Кингспорта. Но только оно действует не в отношении проверок ужаса, а в отношении проверок заклинаний. То есть мы автоматически можем накладывать одно заклинание в течение ухода. Ну и, конечно же, мы потратим его на ускоренное обучение. Так. Имущество раздали. Раздали. Сыщиков установили. Улики установили. Карты все хода бедно по столу распределили. Да. Жалко. Когда играли с братом на этом столе в детстве, ну не настольная игра, а просто в игрушки, нам этот стол казался большим. А теперь на этом столе едва-едва подмещается ужас Архама с одним большим дополнением. И едва-едва влезают еще два сыщика. То есть, для ужаса Архама нужно как минимум либо большущий стол, либо объединение нескольких столов. Так. Давайте теперь вытянем начальную карту Мильфа. Так. Это у нас прорыв врат. Ну, это не важно, так как у нас врат нету. Так. Ну-ка, фокусируйся, сволочь. Так. Это у нас прорыв врат в лесах. А улики у нас появятся в... Так. Дофокусируйся ты, елки-палки. Да, что-то он надо мной издевается. Давайте-ка так попробуем. Улики у нас появляются на северном маяке и в доме ведьм. Так. Улику из лесов переносим в дом ведьм. Что-то не хочет он фокусироваться, да и все. И на северном маяке мы добавляем еще одну улику. Далее. И что-то у нас происходит на улицах портовой части города. Harbourside. Это у нас где? Это у нас тут. Давайте сюда поставим маркер активности. А, у меня же маркер активности тут. Так. Все поставили. Так. Ну, я понял, что я неправильно делаю все по карте. Давайте сначала портал посмотрим, куда ведет. Портал у нас ведет в бездну. Хорошо. Мы запечатаем довольно-таки сложный портал. И монстра надо вытянуть. Так. Ой. И нам выпал Мига. Так. У него круг. А передвигаются у нас круги, квадраты и ромбы. Значит, Мига у нас взлетает в небо. И давайте уже посмотрим сам эффект карты. Так. Это карта среды, городская. Сыщики, которые завершают движение на улицах портовой части города, получают одну улику. Затем.